В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Похищенного ребенка вернули домой 9-летний Андрей Ефимов в безопасности. Как удалось выяснить полиции, со двора на черемушках мальчика увела женщина. Сейчас похитительница задержана, ее допрашивают в райотделе. В полиции полностью информацию пока не разглашают. Поиски Андрея начались еще вчера, когда он исчез с детской площадки. Продолжались и сегодня до полудня. В поисковых работах приняли участие свыше 200 человек. Кинологи, полиция, нацгвардия и просто неравнодушные люди. Анна Граденцева знает, как это было. Здесь возле райотдела те, кто сутки, днем и ночью искали 9-летнего Андрея. Родственники, соседи, волонтеры. Но больше всех хороших новостей ждет его мама. Ничего не знаю, мне никто ничего не говорит. Что-то происходит. В целом и невредимым Андрея привозят в райотдел. А эти кадры были сняты незадолго до того, как мальчика нашли. В который раз кинологи с собаками, прочесывают весь двор. Волонтеры развешивают объявления, расспрашивают прохожих. 10-летнего Андрея вчера днем похитили прямо с детской площадки. Дедушка приехал, я отдала в руки Андрея и дедушка пошел домой. Через минут 20, полчаса он пришел на площадку обратно, дедушка пошел в сельпо и параллельно на базар разрешу. Когда Андрей пришел, когда дедушка пришел, Андрея не было уже. Дедушка мне позвонил, спрашивает, где Андрей, сказала, не знаю. И начала набирать Андрея, он трубку не брал. Сначала просто не брал, потом сбрасывалось, а потом телефон был отключен. Свидетели рассказали волонтерам, видели мальчика. С двора его хватила неизвестная женщина. Где-то в 2 часа, начало третьего дня, говорят, какая-то блондинка с хвостиком вела в бордовой куртке, вела мальчика. Здесь весь район, который можно, мы весь обискали. Вчера то же самое, все дворы искали. Полиции пока всю информацию не разглашают, но подтверждают. Похитительница женщина. Сейчас ее допрашивают. Открыто уголовное производство по статье «Прохищение ребенка». Сегодня близко обиду, в житыми заходами, працовниками криминальной полиции Малиновского отдела полиции на одном из рынков Одессы дитина была расшукана. Также рядом, поруч с дитиною находилась женщина. Наразі ее особа встановляется, то встановляются усі обставини, за яких ця жінка опинилась разом с дитиною, и весь цей час, який вони перебивали разом. Все подробности в полиции обещают рассказать в ближайшее время. Анна Городенцева, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Одесская ТЭЦ начала вырабатывать тепло. По словам вице-мэра Анатолия Орловского, часть долгой нафтогазу погасили в пятницу, а уже в субботу теплоцентраль начала свою работу. В первую очередь подключат школы, детские сады и больницы. Затем тепло появится в квартирах центральной части города. Нерешеным остается лишь вопрос Шкотовой горы. С технической стороны котельная готова для подачи тепла. По словам чиновников, необходимо только юридическое разрешение фонда госимущества. Есть еще один проблемный объект. Это котельная на нефтеперерабатывающем заводе. Завтра будет совещание в фонде госмайна, куда будет отправлен наш представитель департамента, рассматривается этот вопрос. Хотя дважды уже вице-премьер-министр давал поручение фонду госмайна решить вопрос о работе этого предприятия в части котельной, которая находится на территории этого предприятия. Последствия обвала на Молдаванке. Обломки рухнувшей стены и арки почти полностью убраны. Работа над проектом ремонта продолжается, а местным жителям предложили временное отселение. Дмитрий Бакамолов пообщался с пострадавшими жителями обрушившегося ветхого здания на Степовой. Звук, похожий на артиллерийские обстрелы, услышали по всей Молдаванке в пятницу около 10 вечера. Стена подъезда и арка на втором этаже 48-го дома по улице Степовой рухнули за считанные секунды. К счастью, никто не пострадал. Она находилась в это время с ребенком, у нее ребенок инвалид. Она находилась у меня, в моей квартире. Моя квартира туда-туда, поглубже идет. А эта квартира мы ходили, писали везде. С 12-го года мы пишем по поводу того, что дом трещит. Очень стало опасно ходить по коридору. Мы уже чувствовали, понимаете, что он садится настолько, что треск. Вот треск, слышали треск. Во дворе дома номер 48 живет около полусотни человек. Сразу после обрушения все выбежали на улицу. Кроме обвала над людьми нависла еще одна опасная угроза. Взрыв мог произойти. Газовую трубу оторвало полностью. Пошел газ. Хорошо, у нас здесь Андрей. Он был, сразу выскочил, я уже позже вышел. Он этот газ перекрыл. И я уже крикнул, как электрик, чтобы выключили рубильник. Чтобы не произошло искры. Потому что мог произойти самый настоящий взрыв. Оно рухнуло. Рухнуло хорошо. И главное, испугались. Газ. Сильно газ пошел. Запах газа. Нарушило трубу, соединение. Просто всех ли сразу эвакуировали? Ну, просто повыскакивали все. Выскочили. Испугались люди, конечно. Из-за обрушения обломки здания забаррикодировали вход и выход со двора. Что значительно усложнило эвакуацию людей. По словам местных жителей, все здание могло рухнуть, если бы не эта металлическая дверь. Парадного подъезда, установленная несколько лет назад. По словам местных жителей, этот дом построили еще в конце 19 века. Реконструкцию не проводили уже около 40 лет. Но здание почему-то находилось не в списке аварийных домов. Благодаря многочисленным письмам удалось обратить внимание департамента городского хозяйства. По словам местных жителей, комиссия побывала на объекте за день до происшествия. Они пришли в четверг. Они нам не давали месяц ответ. Дочка позвонила туда. Они сказали, что придет комиссия. Вы не думайте, что это так быстро. Моя дочка в трубку стала кричать. Понимаете, что мы рушимся. У нас садится дверь железная. Мы вечером ее подбиваем, утром не можем открыть эту дверь. Встаем за ночь. Представьте, как она быстро садилась. Если за ночь мы не могли открыть дверь. Вот эта дверь практически и держит вот это все. Одной из причин обрушения люди называют водостоки. Из-за низины вода собиралась именно в этой арке. Канализация, я считаю, все лето стояла. И с той стороны водостоки сделаны. То есть, когда дождь текет с главной улицы и затекает во двор. Здесь лужи всегда, когда дожди перед воротами. Если бы там эти канавы сделали, то вода уходила бы. А так, она заходит сюда и периодически 6-7 лет там провал получается, размывает. Оно вроде не видно, но вода разрушительная сила. Сейчас арку подпирают деревянные балки. Людям из квартир, находящихся в опасной зоне, предложили временное отселение. В гостиницу на Канатной. Все виды восстановительных работ будут проводиться за бюджетные деньги. Это наш жилой фонд. И на момент проведения работ людям предложено отселение в временный фонд отселенчастей. Однако, последнее слово за ними все-таки. Многие решили остаться в своих квартирах. Тем временем городская власть в экстренном порядке начала ремонтные работы по укреплению арок в соседних домах. В частности, в 42-м доме, где также есть угроза обрушения. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, Челеканал Репортер. В Одессе горела пятиэтажка на фонтанской дороге. На пятом этаже дома загорелся балкон. К тушению пожара были привлечены 5 единиц пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава. Во время тушения пожарные спасли двоих мужчин. Одного из них госпитализировали с диагнозом отравления продуктами горения. В результате пожара было повреждено домашнее имущество на балконе и в жилой комнате. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности. На противопожарную сигнализацию для всех социальных учреждений денег нет. Для такой модернизации необходимо более 700 миллионов гривен. Проверку уже прошло. Больше половины учреждений найдены десятки нарушений. Спасатели пошли более бюджетным путем. Сейчас они массово проводят учения в школах, больницах и детских садах. Также каждое учреждение получило индивидуальный план действий. «Были проведены соответствующие образовательные занятия, что каждый из них должен делать. Проверены, я же говорю, большая половина объектов. По каждому дан алгоритм действий, что необходимо делать, в какие сроки это возможно сделать, исходя из сегодняшней ситуации. Потому что для того, чтобы полностью все привести в порядок и установить противопожарные сигнализации современные, эта сумма исчисляется более 700 миллионов гривен. Понятно, что найти такие цифры в очень короткий период времени вообще просто не представляется возможным. Вследствие этого мы идем по пути, что мы можем сделать сейчас. И на самом деле зачастую эти действия не менее продуктивны, чем установление противопожарной сигнализации». В Одессе не успевают освоить общественный бюджет. Как сообщила директор Департамента финансов Гурсовета Светлана Бедрега, из 40 проектов в полном объеме реализованы всего два. По словам чиновницы, распорядители средств успели облагородить сквер Героической обороны Одессы и построить детскую площадку. На это ушел 1,216,000 гривен. Кроме того, частично выполнено еще 15 проектов на сумму в 4,5 миллиона. Остальные 94 миллиона гривен пока что не освоены. Причем есть такие проекты, которые реализовать, скорее всего, не удастся. По словам руководства управления капитального строительства, проект «Энергоэффективная поликлиника» проблематичен, потому что экспертиза находится в Киеве, дорабатывается, соответственно, без экспертизы не могут провести тендер, поэтому есть вопрос в части выполнения реализации данного проекта. Проект «Быстрее, выше, сильнее» – это капитальный ремонт двух стадионов, за двумя адресами. Проблема в том, что по одному адресу, это школа номер 40 по Давида Остраха, кроме суммы нашего проекта, есть еще субвенция в размере 5 миллионов гривен. Ну а тем временем профильная комиссия городского совета рассмотрела огромное количество поправок к бюджету 2017. Это связано с необходимостью освоить все предусмотренные в казне средства до конца текущего года. Наибольшее количество денег перераспределили в пользу управления капитального строительства, в частности, на здание новой мэрии на улице Косовской. Самые большие суммы – это по департаменту капитального строительства, потому что это самый большой объем, мы вносим правки, дополнительно выделяем 90 миллионов. Самый крупный – это на Косовского. Окончание 74 миллиона – это, по-моему, окончание работ строительных на… Ну, вы знаете, где новая мэрия. В среду состоится последняя сессия Гурсовета, на которой можно будет что-то изменить в бюджете 2017. Декабрьская предновогодняя сессия уже будет рассматривать вопросы муниципальной казны на следующий год. Полгода ждать биометрический паспорт в городских центрах предоставления админуслуг колоссальной очереди. Об этом заявила директор профильного департамента мэрии Евгения Абрамова. Люди занимают очередь на апрель 2018 года. По словам чиновницы, имеющиеся в городе шесть станций для выдачи документов не располагают необходимым оборудованием. Вскоре оно будет закуплено. На эти нужды в рамках целевой муниципальной программы предусмотрено 3 миллиона 800 тысяч крик. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом одесские эндокринологи рассказали, как избежать это заболевание. Сегодня в Одесской области около 80 тысяч человек страдают от диабета, 14 тысяч используют инсулин. Для предотвращения заболевания медики рекомендуют заниматься спортом, избавляться от вредных привычек и следовать правилам здорового питания. Здоровый образ жизни. Как легко отказаться от всех вредных привычек. Здоровое питание. Как важно сбалансировать свой, в общем-то, пищевой или рацион. Не есть много углеводов, высококалорийной продукции. То есть можно, это контролируемая ситуация. Активизировать физическую активность. То есть заниматься хоть немного, хоть 30 минут в день заниматься физической нагрузкой. Также сегодня стартовал тендер на закупку инсулина в Одесский областной эндокринологический диспансер. Победителей конкурсного отбора объявят в январе следующего года. Нулевая ничья. Черноморец снова не смог обыграть своего соперника и остался в зоне вылета. На этот раз моряки сыграли в ничью на выезде с Александрией. В первом тайме команды наносили только дальние удары. Хозяева не попадали в створ. Лишь в концовке болельщики увидели опасные моменты у обеих ворот. Результат матча 0-0. Команды продолжают находиться на дне турнирной таблицы. Следующую игру Черноморец проведет 19 ноября дома против Донецкого Олимпика. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.